Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Началось голосование по поправкам в Конституцию. Все подходят, интересуются, многие хотят проголосовать. Разбираемся в ситуации вокруг Монастырского пруда. Обычные строительные отходы, это все полностью, вся береговая линия пруда, она засыпалась строительным мусором. Чем осложняется процесс преобразования муниципалитета из района в городской округ? Контрольная счетная палата проводит в настоящее время проверку деятельности как администрации совхоза Ленина, так и двух бюджетных учреждений. Началось голосование по поправкам в Конституцию. Отдать свой голос можно в течение недели на участках, расположенных в нашем округе. Мы побывали на одном из двух необычных уиков, находящихся на открытом воздухе. Для обеспечения безопасности избирателей в связи с коронавирусной инфекцией было принято решение об обустройстве двух участков для голосования, находящихся в медицинских учреждениях, на открытом воздухе. Так, участковая избирательная комиссия номер 1304 расположилась во дворе у детской поликлиники. Мы рассчитываем, что граждане вот уже даже сейчас, по первому дню, мы видим, что все подходят, интересуются, еще и многие хотят проголосовать. Поэтому я думаю, что все-таки эта активность, она будет на протяжении всей избирательной кампании. Ну и 1 июля, конечно, будет финальным завершающим. Участок будет работать до главного дня общероссийского голосования 1 июля включительно. Первые избиратели начали приходить сюда еще утром. Как и в любом другом месте для голосования, здесь обеспечены все меры предосторожности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. И у нас здесь и средства внутренней защиты выдаются при входе. Здесь, пожалуйста, любой избиратель может подойти, продюсировать руки, получить одноразовую ручку, перчатки, маску. И пройти дальше, соответственно, получить бюллетень, те же самые кабинки для голосования и опустить свой бюллетень в избирательную урну. Голосование, растянутое на неделю, также направлено на уменьшение количества избирателей, находящихся одновременно на участке. При этом появилась возможность выбрать удобное для себя время и в течение семи дней принять участие в голосовании. Мы пришли на участок, нам вручили средства защиты, все объяснили, висят плакаты, все доступно. Все прекрасно, все хорошо. Нет, это когда много народа, стоишь, ожидаешь, когда этих обслуживают, до тебя очередь дойдет. Поэтому нет, все прекрасно, хорошо, ребята, спасибо. Всего в Ленинском городском округе работают 63 участковые избирательные комиссии. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В администрацию Ленинского городского округа обратились жители Росторгуева, которые возмущены ситуацией вокруг Монастырского пруда. Люди утверждают, что собственник, прилегающего к нему земельного участка, незаконно засыпает овраг и посягает на сам пруд. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехала специальная комиссия, к которой присоединилась и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Юлия Пагасьян. Этот пруд в Росторгуевской части города Видное был искусственно создан еще в 18 веке. Выкапывали его монахи Свято-Екатерининского мужского монастыря. Сегодня монастырю он не принадлежит. Находится в собственности у государства с пометкой «Земля под сельхоз предназначение». Местные жители бьют тревогу, мол, водоем хотят засыпать и построить на его месте многоквартирные дома. Мы здесь все будем в каменных джунглях и все задохнемся в конечном итоге. Хотелось бы, чтобы монастырский пруд и оставил свое назначение монастырский пруд, чтобы его не засыпали. Опасения по поводу судьбы пруда у местных появились после того, как собственник земельного участка рядом с водоемом начал здесь активные строительные работы. В частности, засыпать природный овраг. Причем, по мнению местных жителей, строительным мусором. Металл, арматура, куски асфальта, куски бетона. Это отходы строительные, обычные строительные отходы. Это все полностью, вся береговая линия пруда засыпалась строительным мусором. Затем приехало очень много камазов с землей. Все сверху отсыпалось и начало уже закатывать. А еще собственник участка значительно поднял уровень земли и близлежащий ручей оказался под угрозой быть засыпанным. История еще заключается в том, что по оврагу течет ручей. Ручей является перетоком от монастырского пруда. Как мы выяснили из исторических справок, этот пруд является копанью. Но как он питается, то есть это ливневыми водами, возможно. Возможно, у него есть подземные источники. Сейчас у нас такой информации пока отсутствует, но надеюсь, что мы будем добиваться о том, чтобы либо это проведут собственники государственной экспертизы в федеральном учреждении, либо это проведет Министерство экологии, возможно, в рамках административного расследования. Пока ручей не засыпан. Но береговая линия отсыпана ненадежным грунтом, который запросто размывается, что, конечно, недопустимо. Это нарушение водного кодекса. Прежде чем начинать здесь какие-либо работы, собственник обязан был укрепить береговую зону как монастырского пруда, так и ручья. Специальная комиссия администрации Ленинского городского округа провела проверку территории и вынесла свое решение по отношению к собственнику. У меня такое предложение к собственнику. Обяжем его провести госэкспертизу в федеральном государственном учреждении этого ручья. Вы сможете это сделать? В федеральном государственном учреждении. Чтобы ни у кого не было сомнений до того, как пройдет эта экспертиза, приостановить работы. У нас и так потери. Эта потеря связана с вашими действиями, прежде всего. Я не готов сказать, чтобы остановить работу, давайте мы будем делать, как бы мы уже все сделали, по закону, получили ордер, получили полностью все документы. В любом случае, тогда с таким ходатайством обратимся в Министерство экологии, а они, собственно говоря, накладывая административные предписания, могут вам выдать предписание до момента, до заключения расследования, административно приостановить ваши работы. По словам представителя земельного управления администрации муниципалитета, на сегодняшний день пруду ничего не угрожает. Это федеральная земля, и позариться на нее собственник участка не может. А вот ручей надо спасать. Земельный участок под данным объектом находится в федеральной собственности. Он был образован в составе земель КДТ Суханова. Организация существовала такая. Она прекратила свое существование, и земля перешла в федеральную казну. Сейчас она никому не предоставлена, сколько я знаю, но находится в федеральной собственности. Распорядиться этим земельным участком ни мы, ни Миномущество не может. Выездная комиссия администрации Ленинского городского округа составила акт осмотра территории с учетом замечаний местных жителей, чтобы продолжить решать ситуацию. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно.ТВ. Войсковая часть 52.096, расположенная в поселке Петровске, отметила 67 лет со дня образования. Боевое подразделение ведет свою историю с 23 июня 1953 года. В настоящее время на вооружении бригады стоит самое современное оружие, в котором в совершенстве владеют и управляют квалифицированные и обученные командиры и офицеры. Праздничный концерт для военнослужащих состоялся в Доме культуры поселка Петровское. Творческий коллектив «Интервью» исполнил свои кавер-версии известных песен. У нас программа образовалась месяц назад, то есть мы ее собрали месяц назад и готовили ее тоже для одного мероприятия. И как-то так случилось, что военные попросили нас выступить на их замечательном мероприятии. Мы, конечно же, с радостью отозвались и решили принять участие. Военнослужащие подразделения выполняют задачи по прикрытию с воздуха важнейших политических, административных и экономических объектов Центрального федерального округа и столицы. Спасибо большое, хочется сказать, командиру войсковой части, всем военнослужащим войсковой части за их работу, достаточно нелегкую работу, но работу, которая обеспечивает наш покой и уверенность в завтрашнем дне. За время существования 5-й дивизии ПВО около 300 офицеров были удостоены наград и знаков почета. У нас есть мемориал Победы, и там единственный на территории Российской Федерации есть памятный знак к столетию войск ПВО. Поздравил военнослужащих генерал-майор Леонид Серебряков. Леонид Владимирович был командиром 86-й дивизии ПВО с 1993 по 2002 годы. Дивизия на протяжении всего этого времени являлась передовым соединением войск противовоздушной обороны Московского округа противовоздушной обороны. За все это время было выполнено много учебно-боевых задач. Дивизия всегда отличалась качеством выполнения этих задач. Сегодня более 300 военнослужащих несут службу в войсковой части 52-0-96, защищая мирное небо над Москвой. Несмотря на то, что в большинстве официальных бумаг муниципалитет уже именуется Ленинским городским округом, преобразование его из района еще не закончено. Это весьма долгий и сложный процесс, в ходе которого проводится ряд важных мероприятий. Одно из них – работа комиссии по ликвидации различных районных органов управления в поселениях. И, как выясняется, не всегда в их деятельности все проходит гладко. Подробности у Максима Козлова. В ходе административной реформы были упразднены администрации сельских и городских поселений. Теперь городской округ разделен на территориальные отделы. В связи с этим в поселениях начали работать ликвидационные комиссии, задача которых – подготовить старые органы управления к окончательному закрытию. Работе одной из них – в совхозе имени Ленина. Было посвящено заседание бюджетной комиссии Совета депутатов Ленинского городского округа. Контрольная счетная палата проводит в настоящее время проверку деятельности как администрации совхоза имени Ленина, так и двух бюджетных учреждений. Пока есть определенные проблемы в части предоставления объективной информации. Напомним, что 29 мая в ходе заседания Совета депутатов выяснилось, что у двух муниципальных организаций – Центра культуры совхоза имени Ленина и Центром физической культуры и спорта – возникла задолженность по аренде и коммунальным услугам. Контрольно-счетная палата, которая проводит проверку этих учреждений, столкнулась с неожиданными трудностями. Ликвидационная комиссия не представляет необходимые документы. Комиссию возглавляет бывший руководитель администрации поселения совхоза имени Ленина Елена Добренкова. Очень затянут срок проверки, очень затянут, буквально прям вот беспричинно затянут. Если бы вовремя мы получали пояснение и информацию, это было бы легче сформулировать, возможно, и негативные факторы, которые повлияли на образование кредиторской задолженности, а может быть объективные обстоятельства. Как выяснилось, Центр культуры и Центр физической культуры и спорта не оплачивали счета за аренду, электроэнергию и другие услуги. При этом выяснить причину, по которой возникло такое положение вещей, ввиду отсутствия ряда документов, не представляется возможным. Депутаты увидели свое решение этой проблемы. На заседании Совета депутатов, которое прошло перед бюджетной комиссией, было принято решение об освобождении от должности председателя ликвидационной комиссии экс-руководителя администрации поселения Совхоз имени Ленина Елены Добренковой. Мы направляем в адрес прокуратуры письмо с просьбой посодействовать контрольно-счетной палате в ходе проведения проверки администрации подведомственных структур Совхоза имени Ленина. Это, во-первых, даст объективную картину, во-вторых, это усилит позиции контрольно-счетной палаты, потому что ситуация изрядовом выходящая для нас. На прошлой неделе выпускники 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ получили аттестаты. В нынешнем году в связи с пандемией коронавируса мероприятие разительно отличалось от тех, что обычно проходят в дни прощания выпускников со школой. В нашей рубрике «Время назад» мы покажем сюжет 2006 года. Его герои уже давно живут взрослой жизнью, но наверняка хорошо помнят тот день. Вопускной бал традиционно проводится в нашем районе в центре города Видное на Советской площади. Вначале все выпускники собираются около кинотеатра «Искра». Очень счастлива, что этот день бывает один раз в жизни. Поэтому, какой бы он жаркий ни был, я думаю, мы его переживем. Да, конечно, 30-ти градусная жара отнюдь не испугала юные сердца. Выпускники средних общеобразовательных учреждений Ленинского района прошествовали с честью и достоинством по главной площади нашего муниципального образования. Затем с поздравлениями и пожеланиями к выпускникам обратились официальные лица. Сегодня в Ленинском районе, как уже было сказано, 78 золотых и серебряных медалистов. Это наш дорогой фонд. Но я вам скажу, нам все дороги. Каждый из здесь, находящихся на этой площади, каждый сегодня пришедший на выпускной бал на территории Ленинского района, это все наш золотой фонд. Это фонд будущего нашей Великой России. Я хочу, чтобы все вы в этой Великой России, все 1288 человек, занимали свое достойное место. Продолжился праздник торжественным вручением золотых и серебряных медалей. Молодые люди, закончившие школу с отличием, гордо поднимались на сцену вместе со своими родителями. 11-летний школьный марафон подошел к концу. Впереди новая взрослая жизнь. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, школа останется навсегда для тебя родным домом. Домом юности, ожиданий, мечтаний, надежды. Каждый год из школ Ленинского района выпускаются тысячи молодых людей. Многие из них поступают в вузы, по завершению которых возвращаются в родное учебное заведение. Наверняка и в выпуске 2006 есть будущие учителя. Александр Житков, Алексей Астафуров, Ольга Орлова, Видное ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова